Здравствуйте! Это программа «Гость студии» и я, Наталья Рожкова. Весна. Время расцвета природы и время начала работ по благоустройству и наведению порядка на улицах города, как и во всех населенных пунктах района. За приборку берутся специалисты. В нашем сегодняшнем случае компания «Агроцвет» и наш гость – директор компании Константин Константинов. Константин Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Которую весну мы уже с «Агроцветом» наш город и на каких условиях? Ну, компания существует уже более 10 лет. Я так скажу, что город и сельский трубный завод уже больше 10 лет с компанией «Агроцвет». По условиям, в самом начале мы только выполняли заказы градовозабразующего предприятия по уборке закрепленных улиц и территорий, если мы сейчас касаемся города, то в последние два года мы выиграли муниципальный контракт по зимнему и летнему содержанию города, и поэтому наше присутствие в городе стало более значительно. То есть мы и обслуживаем зимой, и будет летнее обслуживание. То есть сейчас будет небольшая работа по уборке города, ямочный ремонт. Ну, это все в преддверии. Ну, и мы рассматриваем уже следующие лоты по озеленению по городу. Кроме этого, у нас исторически уже больше пяти лет есть лот по обслуживанию площадей. Это то есть мы от въезда города, стела Европа-Азия, въезд в город, площадка, где останавливаются с солнечными часами. Площади в южной части, это площадь Божова, улица Трояна, и площадь УДК, и площадь у Солдата. Константин Сергеевич, скажите, пожалуйста, аллея Трояна в южной части города, но оставляет желать лучшего, вроде бы и центр, а не является лицом части. Что планируется по улучшению этой небольшой, но красивой улицы? Я как сам житель южной части города, мне эта улица знакома. То есть она начинается в площади Божова, хотел бы еще ударить на площадь Божова сделать. Мы несколько лет назад после всех раскопок коммунальных приводили в порядок, засаживали там цветы, более-менее облагородили. Улица Трояна, да, она сейчас в удучающее состояние, разрушена, но я знаю, что в городе создается проект по ее модернизации. Мы бы хотели принять участие в озеленении и содержании, потому что она входит в контракт. Я вообще считаю, что те зоны действия, где, ну, долгосрочные, где необходимо озеленение, посадка цветов и растений, они должны быть более долгосрочный контракт. Он не должен быть до сезона, потому что, чтобы у нас лето очень короткое, и чтобы облагородить определенный участок, надо завести землю, взрыхлить ее, посадить деревья, посадить траву, ухаживать. И когда на следующий год, ну, бывает у нас тут выигрывают тендеры, там, ну, небольшие ПЭК из приезжающихся Катеринбурга, они уже приезжают на готовые места, которые, ну, подготовлены, допустим, нашей компанией, работают год и уезжают, и на следующий год приходится обратно восстанавливать. Поэтому улицу Трояна хотелось бы видеть, конечно, восстановленной, и хотелось бы иметь, ну, чтобы администрация, мы это про это говорим не раз, пошла, услышала у нас, чтобы эти контракты были, ну, 3-5 лет, я считаю, это минимальный срок. Тогда можно с нас, как с подрядчиков, спрашивать то, что там растет, и как это приросло, и как это содержится. А контракт на один сезон в нашем климате, я считаю, что неправильный. Так за что ответственна компания «Городсвет»? Каковы они, поля ее деятельности? Ну, если брать город, то в настоящее время это зимнее содержание в северной части города. Ну, в настоящий момент мы уже хотели приступить к весенним уборкам, но погода внесла свои коррективы. Сегодня с утра мы обратно чистим, сыпем, убираем. Ну, я думаю, что в ближайшие два дня мы будем заниматься зимней уборкой. Все-таки март показал, что он зимний месяц. Уборка – это зимнее содержание, это уборка и вывоз снега, да, за территорию города? Да, причем в этом году снега достаточно много, и его вывозка, мы уже вывезли порядка 7,5 тысяч кубов снега. Это с северной части города? Это с северной части города. Вот сегодня состоялась еще одна котировка по очистке ливневой канализации. Хотя мы уже приступили к очистке ливневой канализации, но сегодня еще муниципалитет нашел средства, сделал котировку. Мы приняли участие, я думаю, что мы должны победить. Ну и несмотря на это, мы все равно очищаем ливневку. Ну, с муниципальным контрактом нам укажут новые фронты деятельности по очистке ливневой канализации. То есть мы не допустим, чтобы город затопили, мы приложим все усилия. Какие работы летом будете осуществлять? Летний фронт работы, ну, начнется, естественно, с приборки города. Ну, тут совместно без северского трубнозавода уборка города как бы невозможна. Тут всем миром надо убирать. У нас период короткий. Сейчас до середины апреля будет еще условно зима. В середине апреля надо ямочный ремонт и город прибрать, чтобы 1 мая был город более-менее нарядный. Не более-менее нарядный, чтобы пройти демонстрацию. Потом будет 9 мая. То есть весенний график работ, подготовки, он очень такой насыщенный. Нам некогда отдыхать. Надо прибраться к 1 мая, надо подготовиться к 9 мая. После этого приборка, посадка начнется по муниципальным контрактам, по заводским контрактам. И где-то до 1 июля у нас очень большая загруженность в посадке цветов. У каждой уважающей себя компании есть свой стиль работы, скажем так, свой почерк. А что нового принесла с собой ваша компания в наш город? Ну, не знаю, это должны сказать все-таки жители города. Но мы стремимся к тому, чтобы при всех стихийных бедствиях, ну не стихийных бедствиях, а стихийных контрактализмах даже, я считаю, снег, который выпал в 16-16 года, он был такой насыщенный. И там, ноябрь, декабрь, мы там работали круглые сутки. И мое мнение, что мы не должны говорить, что зима пришла неожиданно, внезапно. Мы должны быть готовы. Я считаю, что мы с этим справились. И во все снегопады у нас выходила вся техника, все было подготовлено. Были заранее завезены антигазоледные реагенты. То есть мы считаем, что стиль нашей компании – это вовремя выполнять поставленные задачи. Оперативность. Оперативность, да. Ну мы надеемся, что в ближайшие пару дней все-таки весна придет в наш город. Это очень хлопотное время, нужно его прибрать в наш Полевской. Вот сколько человек будут заняты на приборке в северной части города? Ну и сколько техники будет задействованы? Ну сейчас у нас уже подготовлены бригады. Я говорю, что уже говорил до этого, что мы уже в принципе приступили к уборке. Тут улицы Вершины потихоньку начали в заводе управления прибирать. Ну погодные вставы и коррективы. Сейчас порядка 35-40 человек у нас выйдет на уборку после того, как снег растает, расчистим. И порядка 15-16 единиц техники. Вся техника своя. То есть по мере необходимости мы можем брать и подрядных организаций. Но я думаю, мы справимся со своими силами. В первую очередь, какие проблемные места в городе есть? Что нужно в первую очередь прибрать? Ой, тут, наверное, прибирать надо все. Снег стаивает. Это как бы картина города. Сейчас удручаешься, видишь по центральному, люди все черное, все как бы скучное. Поэтому я думаю, что... Ну первое все-таки это центральные маршруты, где будет проходить демонстрация 1 мая. Эти улицы Вершинина, Свердлова, Коммунистическая, Ленина, там отрезок Степана Разина. Ну это центр города, хотя бы успеть его прибрать. Хотя есть участки, и мы тоже участвуем в уборке весенней. У нас закреплено там Степана Разина, где демонстрация не идет. Мы будем ее тоже прибирать 1 мая. То есть центр города должен быть с флажками выбранный, прибранный, чтобы люди как бы улыбались уже с началом весны. Константин Сергеевич, вот у компании «Агроцвет» есть такое яркое, красивое направление, как тепличное хозяйство. Какими цветами мечтаете украсить Полевской в этом году? Ну я хочу сказать, что самое главное, что мы его сохранили за все эти катаклизмы экономические и все прочее. Всю рассаду, которую мы высаживаем как на сельском трудном заводе, так и в городе мы выращиваем сами. Ну а по цветочной рассаде я скажу, что это стандартный набор, да, питуньи, бархатцы, сильвия. Ну цвета все, которые есть в гамме этих цветов. То есть все, что возможно посадить, мы садим. Мы пытаемся, ну как бы тут есть особенность, что качество рассадного материала заставляется уже лучше. Большего контроля нету, поэтому закупки семян у нас происходят на достаточно высоком уровне, но не все вырастает. Это не от нас зависит, а от качества семян. У компании «Агроцвет» обычно много бывает свежих идей по направлению ее деятельности. Что нового подглядели в других регионах страны? Что сами надумали, что мечтаете внедрить в свою работу по благоустройству Полевского? Ну вот в преддверии уборки самая главная мечта, вот мы видим в Екатеринбурге, как происходит уборка. Там есть комбайн определенный, который там прицепленный КАМАЗом и происходит уборка. Такой комбайн, конечно, для города нашего, он, наверное, экономически не выгоден будет. Но у нас есть щеточное оборудование, импортное щеточное оборудование на базе экскаватора МГСБ. И мы его пытаемся вот в то же русло внедрить, как бы там маленько, но для западных мерок сделано, маленько слабенько. Но сейчас мы провели за зиму комплекс работ, поменяли там гидромоторы, усилили. Вот попробуем запустить, сейчас как только растает, чтобы та же уборка была более механизированная. Не то, быстрее убрать город, потому что время ограничено. Может быть, к юбилею города появились уже какие-то идеи? К юбилею города, да, ну, благодаря, я думаю, что это Михаилу Васильевичу, он нам давал задание уже два года, три года назад. Мы разрабатывали дизайн, нами разработан дизайн-проект по въезду в город. Все-таки, как бы, въезд в город у нас составляет желать лучшего. При въезде мы там видим стоянку, которую, в принципе, не пользуется, построена еще одна стоянка. То есть, на этом месте было предложено, как бы, было задание сделать зеленую зону для горожан. Мы этот проект разработали. Ну, сейчас администрация тоже, я знаю, пытается это внедрить, как бы, в участки обратно забрать. Но я думаю, что вот если бы это получилось, то зеленая зона на въезде в город была бы лицом города. А если вот так немножечко помечтать, вот как, например, в крупных городах в Екатеринбурге каждый район украшен, вот выложены клумбы цветами, красивые клумбы вдоль дорожек пешеходных. Возможно ли такое в нашем городе? И что требуется, чтобы это осуществить? Это возможно. На самом деле, ну, вы, наверное, иногда, сейчас скажу, мало пешком ходите. Мы эти клумбы и в городе делаем по определенному узору. То есть, в улице Декабристов, допустим, высаживаем цветов, у нас разрабатываются проекты. Там нет надписи, но цветы там не в хаотичном порядке, они в определенной форме или в определенном, ну, содержат определенный рисунок. Это, безусловно, надо развивать, безусловно, можно сделать газоны знаковые, допустим, 300-летие города Полевского сделать газон. Ну, тут возникает такая вот сложность. У нас, допустим, летом много работы детей. И вот, представляется, центр города ДК. 12 часов, ну, 12-11 часов дня. Дети, мы привозим на машины газели, дети садят цветы. Тут же приезжают люди, граждане нашего города. Или просто забирают эти ящики, но дети не могут с это стоять. Или говорят, вы садите, садите, мы вечером выкопаем. На самом деле выкапывают. Поэтому, ну, посадить цветы – это одно, ну, на каждую точку не поставишь охранника. Причем это количество не то, что там один-два, там сотнями выкапывают. Поэтому это проблема еще и в этом. Создать рисунок – не вижу никаких сложностей. Сохранить его – вот этом вижу сложности. Спасибо, Константин Сергеевич. Ну, а мы желаем вашей компании только новых, свежих идей на благо жителей города. Спасибо. О благоустройстве нашего города мы говорили с директором компании «Аград свет» Константином Константиновым. Это была программа «Гость в студии». До свидания.